Данный материал содержит элементы рекламы. Итак, для начала давайте вспомним небольшую историю. Около недели назад Мальта заявила о том, что своих невакцинированных граждан за пределы страны выпускать не собирается, а внутрь страны, также невакцинированных граждан, но уже чужих, также впускать не планирует. Правда, буквально через два дня они немножечко передумали. Так вот, есть новость у нас в добавлении к этому. Наличие справки о вакцинации от коронавируса не должно быть условием без соблюдения, которого у граждан не будет доступа к международным поездкам. Об этом говорится в рекомендациях Комитета Всемирной Организации Здравоохранения по чрезвычайной ситуации. Свою позицию Комитет объяснил тем, что в настоящее время в мире не обеспечено равное распределение вакцин от COVID-19. В некоторых государствах наблюдается ограниченный доступ к этим препаратам. Как говорится, свободу попугая. Но опять же, это всего лишь рекомендация Всемирной Организации Здравоохранения. На практике, мне кажется, все идет как раз-таки к обратному. Но, как ни крути, хочется, чтобы ваше сегодняшнее утро было добрым, максимально позитивным. Поэтому вот давайте с верой в лучшее, знаете ли, двигаться навстречу сегодняшнему дню. Прямо сейчас, коротко, информация о дате сегодняшней. Народный праздник Прокопьев день отмечается 21 июля. Православные вспоминают явление иконы Пресвятой Богородицы в Казани. Народное название «Зажинки» связано с началом последних зимнедельческих работ в этом периоде. Ну и в продолжение еще пара интересных событий, связанных с сегодняшней датой. Национальный день Бельгии, главный праздник страны, отмечается ежегодно 21 июля в честь знаменательной даты. В этот день, в 1831 году, в результате выборов на Королевский престол зашел Леопольд I. В настоящее время праздничные мероприятия в честь Национального дня проходят по всей стране. Наиболее масштабные празднества, конечно же, разворачиваются в Брюсселе, среди которых самая яркая, грандиозный военный парад. Он проходит над Борцовой площадью после традиционного торжественного обращения к народу короля Бельгии. Один из национальных праздников территории Гуам – День освобождения. Он отмечается сегодня и был установлен в память об операции 44-го года, в ходе которой остров был освобожден от японских захватчиков. Сейчас Тихоокеанский Гуам входит в состав Соединенных Штатов Америки и имеет статус невключенной организованной территории без права участия в национальных выборах. День начала Гуамской операции 44-го года отмечается здесь как День освобождения Гуама. Сегодня отмечает день рождения Нона Гришаева. Актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка России. В кино впервые снялась в пятилетнем возрасте. Спустя еще пять лет талантливая девочка вышла на сцену Одесского театра опереты. Сегодня за плечами Нонны десятки сыгранных ролей в театре и кино и множество престижных наград. Начиная с 2009 года Нона Гришаева начала выступать в составе комического театра «Квартет И». Актриса играет в музыкальных спектаклях «День радио» и «День выборов», а также снималась в одноименных фильмах. В 21 веке женский гардероб существенно изменился. И теперь пальму первенства занимают, естественно, брюки. Как ни крути, они удобные, сильные, подходят и для повседневной носки, и для каких-то праздничных выходов. Но, что любопытно, правильно подобранные брюки помогают, во-первых, раскрыть преимущества женской фигуры, ну, а во-вторых, скрыть некоторые недостатки. Кому какие брюки подобрать – об этом в нашем следующем материале. Не зря женщины отвоевали брюки у мужчин и сделали их предметом базового гардероба. Они универсальны и выгодно подчеркивают достоинство фигуры. Правда, при неправильном подборе могут сыграть с вами злую шутку. И так обо всем по порядку. Фигура песочной часы – эталон красоты и воплощения женственности. Для нее характерны правильные пропорции тела, где плечи и бедра приблизительно одной ширины, а талия четко выражена. Представительницам такой фигуры следует выбирать модели брюк, подчеркивающие талию. Отлично подойдут прямые брюки со стрелками. Брюки-трубы широкие от бедра, небольшой клеш от бедра, брюки с завышенной талией и средней посадкой по фигуре. Стоит забыть об объемных элементах, деталях, украшениях в области бедер, живота и ягодиц. При выборе брюк для фигура груша помните, представительницам этого типа необходимо подчеркнуть талию, визуально замаскировать или вытянуть бедра. Этой фигуре подходят брюки прямого или расклешенного от колена кроя с высокой посадкой, длиной 7 восьмых. Выбирайте модели темных цветов и плотной гладкой ткани. Что касается принтов, то вертикальный декор и вертикальные швы отлично скорректируют ваши бедра. Очевидно, раз бедра широкие, то мы не делаем их еще шире с помощью излишнего объема. Брюки с накладными карманами, галифе, бананы не станут вам помощниками в коррекции. Девушкам с фигурой перевернутый треугольник подходят брюки, которые визуально увеличат бедра и подчеркнут их красоту. Подойдет практически любая модель, даже с заниженной талией. Выбирайте брюки прямые, узкие или брюки клеш, галифе, кюлоты, брюки бананы, широкие брюки или расклешенные от бедра, светлых или ярких оттенков. Отдавайте предпочтение брюкам со складками, узорами, карманами, с объемными деталями, принтами, декором на бедрах и ягодицах. А вот в фигуре прямоугольник подходят брюки, которые визуально увеличивают бедра и обозначают талию. На сети ремни выбирайте модели ярких цветов с карманами, крупным рисунком, складками, стрелками, деталями, декором на бедрах. Прекрасно подойдут скини, кюлоты, брюки бананы, прямые модели, клеш от бедра с заниженной и средней посадкой. Представительницам типа фигуры яблока необходимо зрительно удлинить силуэт, отвлечь внимание от талии и живота. Выбирайте модели из плотных материалов с завышенной талией, с вертикальной полоской, прямого, расклешенного или чуть зауженного кроя, без декора и деталей в зоне живота и талии. Самое главное, чтобы посадка брюк не располагалась в том месте, где талия должна быть. В этом случае вы сделаете акцент на зоне, которая вас смущает. То же самое касается и ремней на брюках. Они не должны быть акцентными, а лучше не использовать их совсем. Пустые витрины закрывшихся магазинов, ставшие частью городского пейзажа, эту невеселую картину наверняка сейчас помнят абсолютно все. Избавить людей от грустных карантинных воспоминаний по всему миру пытаются активисты. Ну, например, оживить улицы полотнами художников. Идея быстро захлестнула разные города мира и получила название «Искусство вдоль улицы». Каждой пустой витрине по картине. Так можно обозначить цель программы «Искусство вдоль улицы». Идея проста. В помещениях магазинов, опустевших во время карантина, разместить работы местных художников. Прямо сейчас по всему городу пустые витрины. Это обескураживает, угнетает людей, которые здесь живут и каждый день видят эти пустые пространства. Барбара Андерсон уже второй раз организует такой витринный вернисаж. Нынешняя ее программа называется «Пробуждение. Намек на возвращение города к жизни». Я как-то шла по своей улице и смотрела на все эти пустые помещения. Не лучшая атмосфера, чтобы вернуть людей в город. И я вдруг представила себе улицу как школьный коридор. Что бы я хотела здесь увидеть? «Искусство вдоль улицы» — это инициатива снизу. Барбара, школьный учитель, бросила клич по знакомым художникам и начала переговоры с владельцами опустевшей недвижимости. Процесс пошел быстрее, чем она могла ожидать. В какой-то момент я почти надеялась, что кто-то скажет «нет» и положит конец моему безумию. Но никто не остановил это безумие. Сейчас люди смотрят на Нью-Йорк другими глазами. Люди творческие могут дать городу, всем нам, новое осмысление всего происходящего. Поэтому, я думаю, мою идею восприняли, если не с энтузиазмом, то с положительной энергией, с большим воодушевлением. Для художников это новая и необычная возможность выставлять свое искусство. Витринный вернисаж — это не музей и не галерея. На эти работы смотрят по дороге на работу или в школу, во время похода по магазинам или ожидая свой столик в ресторане. В углу каждой витрины QR-код для входа на сайт художников, где они рассказывают о своих полотнах и творчестве. Молодым живописцам, как Шиан Элли, выдался шанс выставляться в Нью-Йорке, где даже сейчас в галерейный музейный круг пробиться непросто. Прямо сейчас мы переживаем момент, когда выходим из пандемии. И я вот так хочу показать, как развивался мой мир и моя художественная практика во время, проведенное в изоляции. Мы нашли 14 витрин в этом районе. В них выставляются работы 28 художников. Из них более половины смогли продать свои работы благодаря этому вернисажу. А если нет, то все же получили платформу, которая дает возможность услышать их голос, их послания, их идеи. Одна из работ Шиан выставлена в парикмахерской, которая хоть и не пустовала, но лишь на днях заработала в полную силу. Турнепс в блесках здесь воспринимают как талисман на удачу. Талисман уже продан, но еще некоторое время будет украшать стены салона. Что касается темы пробуждения, вы знаете, живые существа всегда находят способы развиваться незаметно и появляться почти из ниоткуда. Из-под земли, может быть, как корнеплод. Маленькая луковица вырастает в большой плод. Даже в самих блестках есть компонент пробуждения. Я хотела придать гламура чему-то такому обыденному, как простая репа. Выставка в пустых витринах продлится еще несколько дней. Потом Барбара планирует еще одну в другой части города. Шан тоже примет в ней участие и уже начала работать над новой картиной. Августовский вернисаж назовут «Искусство выжить». Лето – это однозначно сезон лимонада. Стакан ароматной прохладной газировки быстро утоляет жажду, восполняет недостаток энергии и поднимает настроение. Об истории самого летнего напитка расскажем прямо сейчас. С приходом жаркой погоды наши взгляды все чаще начинают обращаться к прилавкам магазинов со стройными рядами разноцветных бутылочек, наполненных газированной водой. А что мы знаем о том, как они появились? Готовить первые напитки из сока лимона начали достаточно давно. В 500-х – 600-х годах до н.э. был распространен лимонный шербет. Сохранились исторические сведения, что этот напиток готовили самому Александру Македонскому. Добрая половина современных безалкогольных напитков производится на основе лимонада, рецептура которого начала формироваться еще в 17 веке. Он нравился королям и вельможам. Какое-то время считался полезным аналогом игристого вина. Если не считать самых первых попыток газировать воду, то впервые официально создать газировку смогли в 18 веке. Экспериментатором стал английский химик Джозеф Пристли. Живущий неподалеку от пивоварни, Пристли задался вопросом, что представляет собой пузырьки, выделяющиеся в пиве во время брожения. Поставив поверх чана с варящимся пивом контейнер с водой, он обнаружил, что со временем в нем стали образовываться похожие шарики с воздухом. Это открытие так увлекло Пристли, что он продолжил эксперименты уже в собственной лаборатории и в 1767 году представил первый вариант домашней газировки. Работа Пристли так бы и осталась никому неизвестным увлекательным экспериментом ученого, если бы не изобретение его шведского коллеги Торберна Бергмана. Бергман представил миру устройство, позволяющее газировать воду в производственном масштабе. Сатуратор. Настоящая эпидемия любви к газировке захватила мир через 13 лет, после создания первого шипучего напитка с содой, получившего название «Содовая». Напоить Европу содовое первым придумал Иоганн Швепп. Его изобретение, напиток Швепп, с по сей день пользуется огромной популярностью. Когда Европа достаточно напилась содовой, шведский аптекарь Карл Шиеле предложил добавить в газировку лимонную кислоту, выделенную из сока лимона, создав таким образом первый лимонад. Произошло это в 1784 году. Свою лепту в усовершенствование напитка позднее внесли многие ученые, а любовь к лимонаду распространилась без преувеличения на весь мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новый вкус пробуждает все ваши чувства каждое утро. Раскройте все богатство вкуса и аромата нового Нес Кафе Классик. Теперь с молотой арабикой. Данный материал содержит элементы рекламы. Генеральный спонсор показа Нес Кафе Наше повседневное взаимодействие с компьютером обычно ограничивается клавиатурой, мышкой, ну в крайнем случае джойстиком. Но вот взаимодействие с компьютером на данный момент выходит на совершенно новый уровень. И даже использование голосовых команд уже выглядит далеко не так впечатляюще, как метод, который мы вам прямо сейчас покажем. Набор текста на клавиатуре или тачскрине, кликанье мышкой. Все эти способы манипуляции гаджетами могут скоро уйти в прошлое. Уже сейчас их вытесняют голосовые команды. А что будет дальше? Скорее всего, браслеты, позволяющие взаимодействовать с устройствами одним движением пальца. Когда я сжимаю пальцы и рисую, сила сжатия, которую я в этот момент создаю, влияет на толщину линии. Это устройство разработала израильская компания. Суть технологии в том, что браслет считывает электрические сигналы, создаваемые телом человека. По сути, устройство проникает в ваш мозг. В этом и состоит все волшебство. Когда сенсоры соприкасаются с вашей кожей, они с помощью алгоритма глубокого обучения считывают и транслируют электрические сигналы, которые формируются на запястьях и преобразуются в жесты. Эти сигналы появляются не в результате движения руки, они посылаются мозгом. Если я механически буду двигать пальцами другой руки, никакого изменения сигнала не произойдет. Таким образом, можно отвечать на телефонные звонки, когда неудобно прикасаться к экрану или же делать селфи и даже играть в игры. Кстати, израильский разработчик – не единственная компания, работающая над подобной идеей. В 2019 году другая фирма разрабатывала похожие устройства. Технология уже применяется в некоторых умных часах, а также в очках виртуальной и дополненной реальности. Одно ясно наверняка – в будущем компьютерные технологии невозможны без разработок, направленных на быстрое взаимодействие с устройствами с помощью жестов. На большие экраны вышел второй фильм из масштабной российской трилогии «Бендер. Золото. Империи». Неожиданные повороты событий, известные актеры, главная роль, естественно, у Сергея Безрукова. Наши коллеги уже побывали на премьере. Вы слишком полюбили риск. Ибрагим Бендер ловко придумывает хитрые аферы и находит выход из самых сложных ситуаций. Пожалуй, единственное, что не умеет обаятельный аферист – это отчаиваться и останавливаться на пути к своей мечте. Герой Сергея Безрукова и Арама Вардваняна вновь бросает вызов судьбе. В новом фильме поиски драгоценного жезла оборачиваются квестом на выживание. Азарт. Когда же они наконец-то разбогатеют, когда у них все получится. Следишь именно за детективной историей. Получится или нет, когда переживаешь за героев. Давайте, 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 скорее, скорее. Получится или нет. Не нужно, наверное, сравнивать. Но тем не менее, из тех хороших фильмов, лучших фильмов «Горичи», когда есть юмор такой замечательный, прекрасный. И в то же время очень такие настоящие эмоции сильные. «Золото. Империя» – динамичный блокбастер, от начала до конца пропитанный духом авантюризма и свободы. И чем ближе герои приближаются к сокровищам, тем больше у них новых врагов. Ведь не только Ибрагим Бендер, а Стаб Задунайский рассчитывают сорвать большой куш. А значит, чтобы обыграть сильных соперников, нужно проявить все свои таланты. Каждые пять минут сценарий тебя переворачивает. И ты каждые пять минут уверен, что «А, вот она правда». В голове одновременно происходят какие-то связки разных событий. И ты пытаешься действительно разгадать. Харизматичный злодей – отдельный повод для восхищения. Снисходительный тон и пристойный вид батьки Махно обманчивы, а сущность ужасна. Именно такой контраст и делает персонажа Павла Деревянка объемным и непредсказуемым. Мы-то батьки. Зачем пожаловали, добрые люди? Нам бы жезл! В новом фильме Ося Задунайский уже не выглядит наивным простаком. Дерзкий аферист просчитывает ситуацию на несколько ходов вперед. И в остроумии готов посоревноваться с самим Ибрагимом Бендером. А в персонаже Сергея Безрукова появляется несвойственное ему благородство. Под давлением смертельной опасности отец и сын становятся ближе. Есть те самые искренние, когда ты абсолютно реально переживаешь за собственного сына. Когда тебе важнее его жизнь. Когда ты делаешь этот выбор. На что можно пойти ради любви? В новом фильме поднимаются важные вопросы о жертвенности, компромиссе и истинных чувствах. Вся история Соня, она история любви. Не только к Стапу, но еще и к своей семье, к отцу, к матери. Происходят в жизни какие-то события, и ты уже понимаешь, что любовь это не просто что-то черное и белое. Блистательные комбинации Бендера это не просто способ наживы, а возможность сделать обыденную жизнь насыщеннее, привнести в нее нотку романтики и приключений. Золото империи – тот редкий случай, когда продолжение не коммерческий ход, а результат искренней любви авторов к героям. Ну а теперь в нашем эфире кулинарный рецепт от наших партнеров сети магазинов «Максимум». Ну а представит их бренд-амбассадор Думитру Бойку. Всем доброе утро, меня зовут Думитру Бойку. Как всегда в это время мы вместе с сетей магазинов «Максимум» делимся новыми интересными рецептами или идеями к вашему столу, завтраку, да и не только. Настал сезон малины. Что мы делаем обычно, когда настает сезон малины? Да, я согласен. Во-первых, мы ее замораживаем. У нас, кстати, было пару выпусков, где я использовал специальный вакуумный пакет для заморозки тех или иных продуктов, которые прекрасно, прекрасно хранятся в морозильной камере очень долгое время, поэтому где-то этот выпуск должен быть. Если вы хотите замораживать какой-либо продукт, то я рекомендую вам его посмотреть. Малину мы тоже замораживаем. Это реально очень круто, когда ты можешь зимой, когда вообще не сезон, доставать малину, сделать себе чай малиновый или смузи или так далее, и так далее, и прочее, и прочее. Но что еще мы делаем из малины, ребята? Мы из малины делаем всевозможные варенья, конфитюры и прочее, и прочее. Сегодня я хочу вам показать одну очень простую рецептурную идею, как сделать малину не просто малиной, а чем-то реально суперинтересным, супернасыщенным и вкусным. Просто добавив туда некоторые свежие специи. Итак, в первую очередь, что нам нужно сделать? В первую очередь нам нужно налить немного воды. У нас есть вода, вначале нужно налить воду и сахар, сделать такой активный сахарный сироп, для того, чтобы потом мы могли сделать то, что нам нужно будет сделать. Поэтому для начала мы с вами наливаем... Мы сегодня не будем готовить очень много, я покажу просто на примере на небольшом. Мы готовим малиновый конфитюр. Это такая абсолютно потрясающая штука, которая потом легко мажется на всевозможные тосты, с арахисовой пастой, с какой-нибудь булочкой, с какой-нибудь историей. Потому что обычно я знаю, что... Это достаточно интересная история, например, из моего детства. Обычно я знаю, что малиновое варенье, его не используют как десерт. Ну, то есть как бы его редко когда используют для того, чтобы там, не знаю, просто попить чай, например, или еще что-то. Обычно эта банка малинового варенья в моей семье доставалась всегда, когда кто-либо простывал. Или у кого-нибудь была температура и так далее. Вот чем лечились? Малиновым вареньем. Вот так оно у нас и случилось. Но на самом деле малина это прекрасная ягода, которая, если подружить с некоторыми классными свежими травами, будет очень и очень классным десертом, дополнением к чему-то и прочее. Поэтому мы с вами берем воду и варим густой сахарный сироп. Плюс-минус где-то один к одному, но можно взять один к двум. Как угодно, кто любит посильные посладости. Помните о том, что когда вы делаете малиновый конфитюр, важно помнить о том, что это недолго играющий продукт. Как, например, такой, когда вы пастеризуете банки, закручиваете, у вас там всю зиму хранится. Нет, вы сделали малиновый конфитюр, в течение там 1-2-3 недель максимум вы его съели. Чтобы он у вас не забродил, не было никаких вот этих вот историй и прочее, прочее. Поэтому мы с вами готовим достаточно такой простой, легкий конфитюр. Итак, с чем дружит малина? Вообще, как ягода. Малина, конечно же, всегда дружила с тимьяном. У нас тимьян ассоциируется исключительно с какой-то мясными продуктами, ну, с солеными продуктами. Ребята, нет, уходите от этого. Правда, есть много всевозможных и очень крутых вкусовых сочетаний, которые нужно просто попробовать и понять, ваше или не ваше. Но до того, как вы поймете, ваше это или не ваше, важно попробовать. Чтобы понять, нужно попробовать. Поэтому тимьян. Еще что? Лайм, а точнее цедра лайма, которая нам тоже понадобится для того, чтобы приготовить классный малиновый конфитюр. Ну и, конечно же, я добавлю сегодня немного пектина, потому что в малине есть пектин в достаточном количестве. Но для того, чтобы сделать его прям такой желеобразным, таким очень классным желеобразным, я добавлю еще немного пектина. И мы сегодня просто упакуем это в банку. А на следующей программе я обещаю, я вам покажу, что из этого получилось, какая текстура, как вообще это выглядит. Поэтому обязательно посмотрите следующий выпуск. Ну или там, ну да, следующий выпуск. Лучше посмотреть в следующий выпуск. Итак, у нас закипела вода, у нас закипел сахар. И в первую очередь мы с вами насыщаем всю эту историю ароматикой. Это очень важно. Ароматика это тимьян, который мы бросаем сюда, прямо с ветками. Если вам очень принципиально, то вы можете не класть ветки, а просто положить одни соцветия. Ну, мне кажется, что когда ты кладешь целиком ветки, их потом проще вытаскивать из блюда. Ну, то есть, как бы это более удобно. Ну, и вообще другая ароматика и так далее. Смотрите, у нас здесь есть, вот уже, понимаете, уже ароматика пошла, вкусом, наполнение. Итак, мы с вами кладем совсем чуть-чуть розмарина. Вот здесь нужно не ошибиться, не положить очень много, потому что розмарин дает свою горечь. Поэтому я положу буквально вот такую вот, как бы так сказать, краюшечку. Чуть-чуть. О, волшебство какое. Чуть-чуть сбавляем огонь и добавляем нашу малину в сахарный сироп. Я думаю, этого будет достаточно. Можно взять чуть-чуть скребочек и чуть-чуть ее, знаете, слегка деликатно, очень продавить. Не очень сильно, вот слегка, слегка. Чуть-чуть ее надавить, чтобы ягоды дали еще больший вкус, еще больший аромат. В самом конце, когда у нас уже все произошло, мы с вами добавляем живой пектин. Если не найдете живого пектина, сейчас я добавлю. Если вы не найдете пектин в магазинах, хотя его достаточно просто найти, то используйте агар-агар. Агар-агар тоже прекрасно. Он, вы знаете, в чем разница между агар-агаром и, например, желатином. Желатин дает чуть-чуть другую текстуру. Она такая более желеобразная, более такая, чуть-чуть, чуть-чуть другая. Агар-агар дает совершенно другую текстуру. Ну, у самого конфитюра. А пектин вообще другую. Поэтому, ну, я вам рекомендую лучше найти пектин, использовать. Но не найдете пектин, используйте тогда агар-агар. Это тоже неплохо. Итак, у нас с вами здесь проваривается чуть-чуть агар-агар. Ему нужно буквально, ой, агар-агар пектин вместе с малиной, со специями и с сахарным сиропом. Это очень здорово. Посмотрите, он уже начинает такой буль-буль. Я хочу вам всем напомнить о том, чтобы вы не забывали следить за нами в наших официальных сетях максимум.мд на платформе Фейсбука, Инстаграма, ТикТока и Ютуба, что тоже очень полезно для общего знания. Ну, а мы с вами завершаем нашу историю с малиной. Она сейчас до прокипит. Я приготовил вот такую вот очень симпатичную банку. Вы видите, какая крышка у нее? Она не плотно закручивающаяся. Я специально сделал так, для того, чтобы ну, чтобы недолго малину хранить, да. Все-таки, как бы, как то, как мы с вами договаривались. Мне очень важно, как человеку, который смотрит на вас с другой стороны экрана, очень важна одна простая вещь. Пробудить вас в желании экспериментировать. Мы очень многие, там, основная публика телеканала РТР, возможно, привыкла идти по каким-то определенным шагам и путям и так далее. Ребята, мир гастрономии это удивительный мир, в котором много чего интересного происходит каждый день. Существует развитие, существуют новые вкусовые сочетания, происходит куча всего интересного. Посмотрите, какой крутой цвет получился. Просто изумительный. В финале мы с вами добавляем цедру лайма. Отлично. Это называется любовь к малине заново. Я уже за кадром, я перелью это в эту банку, но вы видели весь процесс, просто у нас уже время поджимает, и этой малиновому конфитюру ему нужно все-таки дать чуть-чуть остыть. Я же не могу налить его сразу в горячую банку. И для того, чтобы не заниматься, не отнимать временем, мы вам покажем это уже после съемок, как это выглядит в банке. Ну, а как я и обещал, в следующей программе, я обязательно покажу, как это получилось. В итоге обязательно открою для вас эту, запомните эту банку. Вот в ней будет малина прямо отсюда. Меня зовут Думитру Бойку, я желаю вам хорошего дня в продолжении. Увидимся в следующих выпусках. Не бойтесь экспериментировать. Пока. Генеральный спонсор показа Нес Кафе Новое утро Новый кофе Нес Кафе Классик Теперь с молотой арабикой Богатый аромат Новый вкус пробуждает все ваши чувства каждое утро. Раскройте все богатство вкуса и аромата нового Нес Кафе Классик Теперь с молотой арабикой Данный материал содержит элементы рекламы Трудно представить себе женский вечерний наряд без маленького аксессуара Это сумочка-клач Ведь он завершает образ и при этом является обязательным предметом вечернего женского туалета Аксессуар имеет богатую историю, которая своими корнями уходит аж в далекий 16 век Как появился этот модный аксессуар Расскажем далее История клачи началась с появлением кошельков, которые изначально были предназначены для хранения денег Позже в них стали класть и прочие необходимые маленькие вещицы типа катушки ниток или иголки Постепенно кошельки увеличились в размерах Росло количество вещей, которые люди хотели иметь при себе Дамы носили в них не только деньги, но и украшения Зеркальца, любовные письма и даже личные дневники Чаще всего эти сумочки находились на поясах или вообще были спрятаны под платьем Подальше от любопытных глаз Позаботились прекрасные дамы и о том, чтобы их сумочки выглядели достойно Они заказывали и покупали изделия связанные из драгоценных нитей или сшитые из роскошных материалов модного в этом сезоне бархата, шелка или атласа Своё второе рождение маленькая сумочка пережила во Франции в 18 веке Дамы стали носить этот аксессуар после революции и в правилах хорошего тона наличие клатча прописывалось в обязательном порядке Франция не только ввела в моду маленькую сумочку, но и дала ей новое название Изначально сумочка называлась ретикюль в переводе с латинского означало плетеная сумка Однако склонные к легкому юмору французы решили переделать слово по-своему и стали называть модные аксессуары «ридикюль» в переводе «смешной» В английском варианте «ридикюль» стал называться «клатчем» от слова «хватать» Происхождение этого слова вполне понятно, так как клатч изначально носился в руке Гламурная мода 20-х годов 20-го века вновь ввела в моду клатч Нет ничего удивительного в том, что возродила его королева элегантности Коко Шанель После того, как икона стиля стала брать с собой клатч на различные мероприятия Миллионы женщин подхватили эту моду И клатч мгновенно стал одним из самых модных аксессуаров Сегодняшний клатч сильно отличается от кошелька для денег, ставшего модным в 16 веке Он может быть как прямоугольной, так и квадратной или трапециевидной формы Быть плоским или объемным, кожаным или текстильным Круглые модели, рассчитанные на каждый день, могут быть выполнены в необычном дизайне Например, в виде винтажной музыкальной пластинки, монеты, какого-нибудь фрукта или ягоды Одна из самых интересных свежих тенденций – модели жесткой формы, напоминающие миниатюрную коробочку или шкатулку Обтянутые дорогой и эффектно выделанной кожей, такие аксессуары не требуют дополнительного декора Набирают популярность клатчи с традиционной для таких моделей застежкой по целуйчикам Благодаря дизайнерам клатчи получили широкое распространение среди разных категорий населения Создавая сумочки из различных материалов с добавлением всевозможных украшений Полудрагоценные и драгоценные камни, бисер, пайетки, металлические элементы и даже мех Модные дома радуют модниц многообразием выбора Светки мероприятия, работа или просто прогулка с детьми и друзьями Сегодня строгих правил ношения клатчи нет, однако дизайнеры все равно советуют придерживаться классики Чем сложнее покрой платья и чем больше на нем декоративных деталей, тем проще должен быть клатч И наоборот, клатч не обязательно носить исключительно в руке Многие современные модели укомплектованы длинными ремешками для ношения через плечо или на согнутой в локте руке Яркие миниатюрные сумочки – настоящий мастхэв этого года Дизайнеры предлагают сочетать их с простыми вещами в стиле кэжуал Для этого выберите желтый, синий или розовый оттенки Стильный красный клатч эффектно дополнит маленькое черное платье Ну и свежая информация, касающаяся коронавируса, куда мы без него Антитела легкой формы COVID-19 могут сохраняться в организме около года По крайней мере, к таким выводам пришли шведские ученые Исследование началось в 2020 году Тогда исследователи взяли кровь у 2000 сотрудников больницы И выяснили, что у 19% из них были антитела к коронавирусу Также анализ крови был взят у 100 человек, которые были госпитализированы с COVID-инфекцией Также, проанализировав данные, шведские ученые пришли к выводу, что Антитела способны бороться с новыми штаммами коронавируса, которые сейчас распространяются в Европе При этом врачи указывают на необходимость вакцинации По их словам, уровень антител у переболевших после прививки значительно повышается Когда мы наконец-то перестанем говорить о коронавирусе, вот вопрос Хотелось бы, чтобы поскорее Но если прямо сейчас поговорим о перспективах сегодняшнего дня То разобраться с тем, каким этот день будет, нам поможет астрологический прогноз Овен В начале дня стоит быть осторожнее Вы склонны выдавать желаемое за действительное Принимать опрометчивые решения Вероятны ошибки К счастью, вы вовремя заметите их и постараетесь исправить Телец Благоприятный день Он едва ли принесет серьезные проблемы И уж точно обойдется без событий, о которых пришлось бы пожалеть Многое складывается удачно, и вам нужно лишь воспользоваться открывшимися возможностями Близнецы Отличный день для начала новых дел Вы быстро справляетесь там, где раньше не получалось Решайте сложные вопросы Не допускайте серьезных ошибок Возможно, удачные совпадения, а также события, которые подскажут вам, куда двигаться дальше Рак Старайтесь не реагировать на мелочи слишком остро Не принимать близко к сердцу события, которые вряд ли сыграют важную роль в вашей жизни Стоит быть разборчивее в контактах По возможности ограничить общение с людьми, которые часто критикуют вас, сбивают с толку Лев Плодотворный день Вы успеете сделать гораздо больше, чем ожидали, даже если не будете особенно торопиться Многие готовы предложить помощь, поддержать ваше начинание Возможно, необычные встречи Дева Не спешите Вы добьетесь отличных результатов, если будете действовать осторожно Не станете принимать важные решения сгоряча Будет шанс исправить ошибки, допущенные раньше И вы не упустите его Весы Начало дня может быть довольно неудачным В это время сложно принять верные решения Вам не всегда удается правильно оценить ситуацию Понять, каково реальное положение дел Стоит прислушаться к советам Часто люди со стороны видят то, чего вы не заметили Скорпион Благоприятный день, хоть и беспокойный Вы чаще обычного переживаете по мелочам Придаете значение тому, на что в другое время не обратили бы внимания Многих скорпионов раздражает, что приходится заниматься несколькими делами сразу Стрелец Трудно сохранять самообладание А ведь именно оно сегодня совершенно необходимо для того, чтобы принять правильное решение Проще будет стрельцам, обладающим значительным жизненным опытом И сделавшим верные выводы из промахов, допущенных раньше Козерог Смотрите на вещи реалистично Сегодня это необходимо, чтобы добиться успеха Не переоценивайте свои возможности Особенно, если речь идет о работе Прежде чем приниматься за что-то новое Убедитесь, что старые дела благополучно завершены Иначе суета и неразбериха могут привести к ошибкам Водолей Подходящий день для того, чтобы строить и обдумывать планы Чем они смелее и оригинальнее, тем лучше Окружающих часто удивляют ваши идеи У многих возникают сомнения, что задуманное вообще можно реализовать Начинайте действовать самостоятельно И вскоре у вас появятся помощники Рыбы Отличный и плодотворный день Вы успеете сделать много полезного Причем не только для себя, но и для окружающих Некоторые рыбы вернутся к старым планам Поняв, что наступил подходящий момент для их воплощения в жизнь И снова доброе утро Сейчас, когда одна половина страны, включая нашу коллегу, находится на морях А вторая половина страны срочно отписывается от первой в социальных сетях Стоит задуматься о том, какие меры самообороны брать с собой как раз-таки в теплые страны Я имею в виду с медицинской точки зрения Потому что, знаете ли, в дороге или уже непосредственно у морского побережья произойти может все, что угодно А мы должны быть к этому готовы Что брать с собой? Именно с этим вопросом нам сегодня поможет разобраться Бужак Надежда, врач общей практики и педиатр медицинского центра Альфа-Мед Доброе утро Доброе утро Ну что, чем чреваты вообще поездки на море? Ну, начнем с того, что на каждом, скажем, этапе нашей поездки нас поджидают какие-то сюрпризы Но не нужно забывать о том, что прежде чем подготовиться в поездку Нужно взять с собой хорошее настроение и хороший настрой То есть это сразу помогает иммунитету бороться со всем абсолютно Это основное положение, да И не бояться особенно перелетов Совершенно верно, да Ну, чтобы в зону комфортно не вторглись вирусы, кишечные инфекции и прочее Необходимо, конечно, подготовиться заранее и предусмотреть какую-то подготовку медицинской аптечки Особенно, если мы с детьми ездим Особенно с детьми Да, конечно Давайте тогда отдельно разберем детский вариант Хорошо Отдельно взрослый Что самое страшное на море? Это солнечный удар? Это, допустим, не знаю, пищевое отравление? Это, может быть, приступ панкреатита? В зависимости от возраста, допустим, детки до года Чаще всего это перегрев, может быть, солнечный удар Ну, конечно же, и кишечная инфекция Учитывая жаркое время года и размножение патогенной флоры У детей постарше на первый план это, конечно, токсикоинфекции Потому что ребенок, купаясь в бассейне, значит... Естественно, пьет воду Пьет воду Мало ли, что он выпил вместе с водой Чаще всего, конечно, это токсикоинфекция, кишечная инфекция Ну и всем известен энтеровирус, который также передается воздушно-капельным И, значит, водным путем передачи Постарше? Постарше, ну, конечно, и травматизм Потому что всем интересны эти горки с водными процедурами Поэтому мы должны заранее подготовиться и взять соответствующий набор Да, значит, что включает аптечка в себе, да? Так, так, да Ну, во-первых, детям до года необходимо взять В первую очередь не забывать о том, что нужно средства защиты от солнца Маленьким деткам, значит, обязательно нужно с высокой степенью защиты от солнца Это, если брать крема, спреи, эмульсии, выше 25, то есть идеально это 50 То есть так, чтобы практически по максимуму защитить? Да, по максимуму Причем это первые 5 дней, пока ребенок адаптируется Затем можно переходить на более-менее Поменьше, да, там 30-40 Вот, это на первый план мы должны ставить Не забывать, что ребенка нужно смазывать кремами каждые 2 часа И, в частности, после купания Никто не отменял режим солнца, то есть с 11 до 4 нежелательно То есть 2 часа дня периться на пляж, это уже поздновато? Нет, ни в коем случае, это преступление по отношению к ребенку Но если так получилось, что все-таки наш ребенок сгорел Необходимо иметь хотя бы в аптечке пантенол тот же, в виде спрея Чтобы безболезненно наносить и тем самым, как бы, ребенка предостеречь от ожога в солнечном На втором плане, как бы, на второй план, чтобы я, как бы, вот, отметила из аптечки Это, наверное, перевязочный материал какой-то, антисептики То есть мало ли где-то порежется, условно говоря, все может быть Да, конечно, пока ребенок адаптируется, опять же, это и риск и порезов, и ушибов Поэтому нужно иметь какой-то элементарный антисептик в виде спиртовых салфеточек Есть сейчас зеленочка, йод в виде фломастеров То есть... Что делать с детскими пищевыми отравлениями? Ну, естественно, это соблюдение личной гигиены Нужно ребенка обучать с малых лет, что нельзя, не помыв ручки, что-то класть в ротик Либо после посещения мест общего пользования Ну, это понятно, а если, допустим, съел что-то испорченное, там, ну, или что-то, что не подошло детскому организму Да, значит, абсорбенты Обязательно нужно иметь с собой абсорбенты в аптечке Это элементарно Это тот же энтеросгель, смекта, полисорб Да, простой, обычный активированный уголь можно взять с собой Вот, значит, ну, обычно На приеме, в принципе, родители все задают вопрос, с чем ехать, да? Я бы еще, как бы, отметила поэтапность, вот, подготовки Значит, первое это что? Солнцезащитные препараты Жаропонижающие То есть, во время периода адаптации Ребенок может перегреться А также переохладиться, если перекупался, да? Поэтому жаропонижающие – это парацетамол, который можно принимать, как бы, с нуля использовать у ребенка Ну, также и буфен, который у детей постарше мы используем Возможно, использование гомеопатических препаратов Такой же, как виброкол, который является спазмолитиком И жаропонижающим Ну, и обезболивающим еще препаратом Значит, следующее что? Конечно, нужно взять какие-то капельки для При болях То есть, отиты Большой риск развития отитов А, ну, потому что все ныряют Да, да, соответственно То есть, температура воды Ну, ребенок пока адаптируется, опять же До 90% на море, как бы, отиты у деток, особенно до годика Это частое явление Поэтому тут же, те же капельки отипакс можно взять с собой Далее, что еще? Большой риск обезвоживания Опять же, ребенок заигрался, не выпил достаточно жидкости И мы видим признаки перегревания Какие это признаки? Да, это, значит, повышение температуры У ребенка появляется спутанность сознания То есть, вялость То, что не характерно для ребенка Поэтому в таких случаях, конечно, нужно в первую очередь Исключить дальнейшее нахождение на солнце Отвести в пенечек То есть, сразу в номер, в кондиционер куда-нибудь охладиться Да, и начинать выпаивать И использовать препараты, которые восполняют объем потерянной жидкости Такие, как регидрон То есть, либо обычную водичку, вот, как бы, использовать Вот, что еще? Меня вот что беспокоит Время от времени, когда мы приезжаем в какую-нибудь заморскую страну И, естественно, мы начинаем пробовать все то, что в этой стране готовят Да, хорошо Бывают ли приступы панкреатита? То есть, есть ли такая практика наблюдений? И что с этим делать? На что обратить внимание? Как распознать? Вообще, чаще всего бывает аллергическая реакция у деток То есть, проявления кожные То есть, дерматиты вот аллергические На прием какого-либо экзотического там фрукта Ну, естественно, это впоследствии И реактивные панкреатиты тоже Довольно-таки распространенные Опять же, клиника какая? Это, может быть, сильные приступообразные боли В животе, да? Рвота, подташнивание, отказ от еды Ну, естественно, расстройство стула То, что характерно у деток в первую очередь Поэтому В период адаптации все-таки стараться за ребенком лучше следить Для того, чтобы он там со стола общего Не взял то, что не положено Я понял То есть, все аккуратненько и постепенно Лучше профилактически это все сделать Чем потом лечить последствия Если мы говорим о таких странах, как Турция Один из главных симптомов Особенно первых дней пребывания Это существенное переедание И человек тут же начинает страдать Знаете ли, это вот это вот состояние Когда мы ложимся животом вверх И просто думаем Вот бы мы умерли 15 минут назад Вопрос такой Есть разные препараты Такие, как ферменты и так далее И существует мнение Что невозможно угадать Какого конкретно фермента не хватает Поджелудочной железе Для того, чтобы расщепить пищу Которая находится в желудке Отсюда вопрос Вот препараты, которые являются ферментами Они работают или не работают? Ну, конечно же, работают Ну, взрослым можно рекомендовать любой панкреатин А деткам все-таки принципиально крион Который содержит панкреатин Это из-за удобства именно использования микрогранул, которые входят в капсулу И удобный подсчет именно для ребенка А так, естественно, это тот же мизинфорте, пангрол и так далее То есть группа панкреатинов Конечно, они помогают, но их нужно правильно использовать То есть ферменты нужно использовать только во время еды и с едой Но не на тощах Как бы до еды Это, наоборот, можно навредить И тем самым вызвать какой-то гастрит даже Хорошо Вам огромное спасибо за то, что приехали к нам сегодня в гости И поделились такой информацией Я надеюсь, что эта информация будет вам полезна Я надеюсь, что ваша поездка на море не омрачится Какими-нибудь подобными происшествиями, о которых мы только что говорили Но, как минимум, к таким вещам необходимо быть готовыми У нас сегодня в гостях Бужак Надежда Врач общей практики и педиатр из медицинского центра Альфамед Ну а мы продолжаем наше утро Хорошего отдыха Если помните, во время Великой Отечественной войны Были места, куда обладателей желтой звезды просто не пускали Так вот, в Греции изменилась работа ресторанов, баров и развлекательных центров В ней появились чистые зоны для вакцинированных и переболевших COVID-19 Таким образом, власти страны пытаются стимулировать вакцинацию населения Чистые смешанные зоны появятся не только в заведениях общепита Но также в кинотеатрах, театрах центра, где проводятся шоу Развлекательные и спортивные мероприятия Внутри помещений, где будут находиться иммунизированные клиенты Заполняемость должна быть не более 85% от общей В зоне для непривитых лимит посетителей 50% Владелец бизнеса должен будет выбрать Будет ли он принимать в своем заведении только привитых и перевалевших людей Или же всех Отрицательный тест на коронавирус будет обязательным для посетителей Закрытых помещений и развлекательных центров Чтобы прийти в заведение на открытом воздухе, работающего как смешанная зона Также необходимо сдавать анализ Входной контроль будет проводиться с помощью приложения Которое подтвердит подлинное свидетельство о вакцинации или перенесенной болезни И снова мы не видим ничего о укреплении иммунитета, например В общем, так или иначе, отдых в Греции будет приятным На этом, наши дорогие и горячие любимые, будем с вами прощаться Это утро вы начинали в компании с программы «Новое утро» Дмитрием Спиваковым Ну а мы, в свою очередь, начинали наше утро с чашки кофе «Нес Кафе Классик» Прекрасного вам дня в продолжении Увидимся завтра в это же время Пока Данный материал содержит элементы рекламы Генеральный спонсор показа «Нес Кафе»